В Красноярском садике номер 165 в Свердловском районе абсолютно во всех, без исключения группах, дети разных возрастов. Например, в этой, самому младшему воспитаннику 3 года, а самому старшему 7 лет. И подобные многовозрастные группы есть в порядка 50 красноярских дошкольных учреждениях. Давай сделаем такой домик. Шестилетняя Аня вовсю примеряет на себя роль взрослой. Взяла под крыло маленькую Вику. Вместе играют и собираются на прогулку. В таких смешанных группах это в порядке вещей. Старшие помогают младшим, заботятся о них и даже стараются чему-то научить. Ещё я учусь, что не надо есть смех. Вике ещё говорила давно, чтобы она не лизала свою перчатку. И она слушается? Да. Она... Нет, она немножко не слушалась. Она ещё маленькая. Нравится вот так опекать младших? Да. Они мне как братики и сестрёнки. В некоторых дошкольных учреждениях разновозрастные группы появились 40 лет назад. В мэрии говорят, эксперимент оказался удачным и теперь в таком формате заработают ещё несколько красноярских садиков. Руководитель Главного управления образования Татьяна Синдикова подчёркивает, хоть разновозрастные группы и упрощают процедуру комплектования, это точно не попытка решить проблему с дефицитом мест в детсадах. Существует специализированная образовательная программа, которая как раз рассчитана на разновозрастной состав детей. И сегодня речь идёт о том, что мы хотим предлагать технологию разновозрастного дошкольного обучения как качественную полноценную услугу, потому что вне всякого сомнения эта технология имеет свои огромные плюсы в развитии детей, она предполагает индивидуальный подход, предлагает коллективное обучение. Правда, родители и малыши не всегда понимают, как в одной группе могут уживаться дети разных возрастов. Педагоги объясняют, конечно, работа немного отличается, но все стандарты соблюдают. Младшие дети пораньше ложатся спать и последними просыпаются, а в комнатах мебели разного размера, игрушки для детей всех возрастов. Победительница конкурса «Воспитатель года» Ольга Петрова уже 15 лет работает с детьми в таком формате. Уверена, здесь больше преимуществ. У нас вместе сёстры и братьями, даже двоюродные сёстры и братья у нас есть в одной группе. Конечно, для старших есть возможность помогать младшим, для младших есть к чему стремиться. Я хочу успокоить всех родителей. Тон общения в группе, атмосферу, микроклимат психологический всё равно создают взрослые. И если педагог уважительно относится ко всем детям, не делит их на младших и старших, то и дети одинаково относятся друг к другу. И если у них сейчас спросить, они не знают, кому сколько лет. Они выбирают себе друзей по интересам. Сейчас в управлении образования выясняют, готовы ли другие садики работать по такой образовательной программе. Всё же это дело добровольное. Планируется, что воспитатели пройдут дополнительное обучение и простажируются у своих уже опытных коллег в 165-м детском саду. Ольга Тишинина, Андрей Крупнов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова